Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Во имя будущего. Наша на 19-м международном фестивале молодежи. Три монахини. Удивительная находка в сквере Константина Иванова. Тайны денег. Национальный банк России распахнул двери. В Сочи дали старт фестивалю молодежи и студентов. В эти выходные в Олимпийском парке начала в работу выставка регионов. В Краснодарском крае сейчас находится и представительная делегация из Чувашии. 125 участников и 60 волонтеров. Накануне с ними встретился глава республики. С места событий наш репортаж. Чувашии на фестивале! Под одной крышей в выставочном центре народы необъятной страны. Из республики Тыва в Сочи привезли настоящую юрту. Музыка тувинцев звучит особенно колоритно, когда ее исполняют при помощи национального инструмента тар. А гости из Якутии показали всем традиционные танцы своего народа. Экспозицию Чувашии по праву назвали самой спортивной. Здесь давали нормы ГТО. Президенту Олимпийского комитета показали ноу-хау из Чувашии мобильную станцию для подзарядки телефонов. Не исключено, что такие станции пригодятся и на предстоящем чемпионате мира по футболу. Александр Жуков отметил, что республика достойно удерживает позицию самого спортивного региона страны. В дни фестиваля большая часть делегатов из Чувашии намерены выйти на старт марафона. На сколько? 2017 метров и 4 километра. 4 километра это на результат, а 2017 просто на значок, что они приняли участие. Это максимальное количество людей, наверное, будет участвовать практически. Если в любом соотношении, то... Это историческое событие, когда старт дается на этом фестивале. Фестиваль стирает границы. В Сочи приехали гости более чем из 180 стран. На полях Всемирного форума завязываются новые контакты. Запомнился парень из Филиппин. Мы с ним вчера познакомились в Олимпийском парке. Он рассказал про свою страну. Я рассказал о том, как наша молодежь развивается и самореализуется в Чувашской республике. Делегации регионов и зарубежных стран на фестивале обмениваются опытом. Нам есть чем гордиться. Нам есть чему поучить. Как другие регионы, так, я считаю, и чем поучиться и другим странам. Каждый пятый молодой человек нашей республики является волонтером. У нас очень развито общественное движение детских и молодежных общественных организаций. Фестиваль молодежи и студентов продлится до конца недели. В программе сотни мероприятий, круглые столы, конференции, образовательные тренинги. Вот пройдет этот фестиваль, они будут оценивать, вспоминать, общаться, переписываться и так далее. И кто-то найдет с помощью этого фестиваля достойное место. Старт фестивалю дали в торжественной обстановке. Грандиозное шоу состоялось в Ледовом дворце Большой и на Олимпийской площади. Участники фестиваля из Чувашии и наша съемочная группа в гуще событий. Впереди насыщенная фестивальная жизнь. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика из Сочи. Как Республика осваивает средства Дорожного фонда, обсудили сегодня члены правительства. В этом году его объем превысил 5 миллиардов рублей. Сейчас в большинстве муниципалитетов продолжается ремонт дорог и дворовых территорий. Но не везде работы идут по графику. Два объекта уже попали в перечень проблемных. Подробности в следующем материале. Дорожный фонд Республики освоен больше чем наполовину. Львиную долю в этом году направили на ремонт дорог в муниципалитетах. Немало и других расходов. На ремонт и содержание автомобильных дорог уже направлено 65 процентов, что составляет 2 миллиарда 185 миллионов рублей. На организацию обеспечения безопасности дорожного движения потрачено около 70 процентов, 80 миллионов рублей из 115 миллионов рублей. Серьезные суммы из Дорожного фонда направляются на дороги, поддержание в рабочем состоянии автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Общее освоение бюджета составляет на данный момент 72 процента. Если республика свои обязательства выполняет, то в муниципалитетах платежная дисциплина хромает. В региональном Минтрансе отмечают, что дорожные фонды районов пополняются с трудом. Регион на софинансирование тоже не может направлять свои средства. И практически половина районов к нам обращаются с этой проблемой, о том, что средств дорожных фондов местных не хватает. Соответственно, в ручном режиме приходится решать этот вопрос. Они должны планировать свои доходы, которые они направят на дорожные средства, не только от дорожного фонда, когда они просят дополнительные объекты. Проблемные объекты должны быть сданы не позже, чем через две недели. С отставанием от графика ведется ремонт дорог в Маргаушах и Новочебоксарске. Глава администрации города Спутника говорит, что работы по улице Советской в самом разгаре. В настоящее время работы выполнены на 65%. При условии сухой погоды и выданном им разрешении работать в ночное время с усиленным освещением с прожекторами, доработано на ежедневном контроле. Возникают проблемы и в столице. Глава администрации Чебоксар говорит, что подрядчикам часто предоставляют некачественные проекты. В перекрестках тоже отстаем от плана. Также в связи с тем, что в ходе выполнения работ появляются новые сети, неуказанные документации по городу. Приходится на местах корректировать проект. Это занимает очень много времени. В целом до конца года, в ноябре, планируем работу выполнить. Пока неосвоенными остаются деньги, выделяемые на ремонт дворов. Это связано с тем, что муниципалитеты поздно провели торги. И в основном подрядчики были определены в августе месяце. В Минтрансе говорят, что темпы ремонта трасс и дворов удастся нарастить. Ведь поставленную задачу освоить дорожный фонд на 100% до конца года никто не отменял. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 188 миллионов рублей долгов и банкротства в перспективе. Столица Чувашия решают, как сохранить Чебоксарское троллейбусное управление. О запланированных и уже предпринятых мерах говорили на совещании в администрации Чебоксар. Энергосбытовая компания подала в суд на Чебоксарское троллейбусное управление за то, что оно не оплатило потребленные ресурсы. В сумме около 165 миллионов рублей. Истец настаивает на банкротстве. Еще 28 миллионов рублей долги предприятия перед другими партнерами, пенсионным фондом и фондом обязательного медицинского страхования. Руководство троллейбусного управления разработало план оптимизации, который призван уменьшить расходы на 7 с лишним миллионов рублей в месяц. В основном, конечно, за счет отмены нерентабельных рейсов и сокращения часов работы электрического транспорта. Но есть и другие пункты. Ведется также работа по штатной численности. В результате данного мероприятия сокращается порядка 129 единиц рабочих мест. Экономический эффект порядка 10 миллионов в год. Также в целях погашения задолженности 26 июля 2017 года предприятиям подано исковое заявление в арбитражный суд Чувашской республики о взыскании с Министерства финансов выпадающих доходов от перевозки льготной категории граждан на общую сумму 187 миллионов 146 тысяч рублей за периоды 2014-2015 года. Алексей Ладыков отметил, что оптимизация деятельности троллейбусного управления вынуждены и временные меры. Транспортную реформу в городе пришлось отложить до июля 2018 года. И до этого времени надо сделать так, чтобы жители столицы не чувствовали неудобств. Пробел в движении троллейбусов придется восполнять за счет автобусов малой и средней вместимости. Посмотреть еще раз договора с перевозчиками, то получается, что в часы пик малые и средние автобусы перевозят пассажиров, зарабатывают. А в межпиковый период, в раннее утро, в вечернее время перевозка пассажиров занимается троллейбусное управление, тем самым увеличивая свои убытки. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Увидеть, потрогать и даже сфотографироваться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей в минувшую субботу мог любой желающий. По всей России в территориальных отделениях Центробанка прошли дни открытых дверей. В Национальном банке Чувашии побывала наша съемочная группа. Желающих познакомиться с работой Национального банка оказалось много. Закрытое от посторонних взглядов учреждение не так уж часто открывает свои двери. Между тем у банка интереснейшая история, рассказывающая о денежно-товарных отношениях на протяжении нескольких веков. Это уже у нас вошло в традицию, потому что у нас проходит второй год по всей России. И Национальный банк на Неглине открывается, и мы, соответственно, тоже проводим здесь уже. Это вошло в традицию. Это достаточно уже, я считаю, интересно уже для населения, потому что у нас, в общем-то, высокая посещаемость. В прошлом году где-то около полтысячи посетило. Символы на новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей были выбраны еще в прошлом году. Тогда голосование проходило по всей России. Теперь космодром Восточный, мост на острове Русский, Херсонес, Таврический и памятник затопленным кораблям украшают новые банкноты. В оборот они пока поступили только в Москве и в городах-победителях. В остальных же регионах появится к концу года. Новые банкноты отличаются от своих предшественников современным дизайном. У них повышенный элемент защиты и специальный рельеф для слабовидящих. Сегодня в этой аудитории можно проверить свою финансовую грамотность. Это может сделать любой желающий. Сейчас и я попробую свои силы. Первый вопрос. Записываете ли вы регулярно свои доходы и расходы, ведя домашнюю бухгалтерию? И мой результат. На 8 вопросов из 15 я ответила правильно. Неплохо. Написала мне компьютер, написала мне программа. Ваши базовые знания хороши. Узнавайте тонкости на сайте Банка России. Финкульт.инфо. Посетители банка признаются, без элементарных знаний в банковском деле в наше время не обойтись. Прежде всего, сейчас в обществе много говорится о финансовой грамотности. Поэтому, как свой бюджет создавать, даже семейный, скажем, или же как вообще расходовать свои денежные средства в целом. Ну, в общем-то, хочется научиться вот некоторым таким моментам финансовой грамотности. Национальному банку в этом году исполнилось 95 лет. Здание, в котором сейчас располагается старейший финансовый институт, встроилось специально для него. Это памятник истории и культуры республиканского значения. Все регионы России развивались для того, чтобы поддержать промышленность, сельское хозяйство, торговлю. Каждый регион должен был иметь свой банк на своей территории. С этим было и связано, что именно в Чувашии, Чебоксарах было открыто отделение Государственного банка. Интереснейшая экспозиция создана в музее. Здесь прослеживается история денежного обращения в России. Например, можно узнать, из каких этапов состоит полный цикл обработки банкнот и как работает современная кассовая техника. Я считаю, что я в таком возрасте, что начинаю входить в взрослую жизнь. Во-первых, активное пользование банковскими картами. Во-вторых, активное пользование услугами банков. И нужно это все изучать. Это очень полезная информация. У этой счетно-сортировальной машины любопытное название «Кобра». Вероятно, у разработчиков сработал ассоциативный ряд. Она служит не только для пересчитывания денег. Машина отдельно сортирует старые, непригодные для использования купюры, а также отделяет сомнительные по качеству банкноты. В этом ящике находятся измельченные банкноты. Вот так они выглядят. Сюда попадают ветхие деньги, которые уже непригодны для обращения. Эти деньги уже выполнили свою миссию, а новые банкноты только открывают новую страницу в банковском деле. Но это уже другая история. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Одна из самых поздно созревающих культур – кукуруза. В этом году ее вырастили на 9 тысячах гектаров. В хозяйствах Чебоксарского района все чаще делают ставку на эту незаслуженно забытую с советских времен культуру. Звание царицы полей кукурузы получила еще во времена генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Руководитель страны 50-х годов прошлого столетия настоятельно рекомендовал сеять ее всем. За ее возвращение в хозяйстве имени Ленина взялись ровно 5 лет назад. В этом году кукурузу посеяли на площади 107 гектаров. Урожай выдался знатный, стебли достигают кабины комбайна. При соблюдении агротехнических требований эта культура действительно способна одарить земледельцев по-царски. Початки вместе с зеленью превращают в исключительно питательную и полезную кашу. Кукуруза, она крахмальная культура. У нас крахмала, например, меньше других культур, чем в кукурузе. За это уберем кукурузу. Когда начнем кормить коров кукурузой, силосом, у нас удои увеличиваются, сразу разница. Самая высокая энергетичная культура требует много влаги, солнца, тепла. И специалисты считали, что кукуруза не для нашего климата. Но оказалось, при должном уходе она даже в неблагоприятных погодных условиях дает около 10 тетнеров с гектара. Так что в хозяйстве имени Ленина не прогадали, когда решили сеять кукурузу. Теперь коровы на год обеспечены качественным кормом. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Минсельхоз Чуваши отчитался о завершении уборки зерновых и зернобобовых культур и картофеля. Всего в Республике намолочено 727 тысяч тонн зерна при урожайности 27 сантиметров с гектара. Картофели собрали 141 тысячу тонн. Кроме того, собрано около 27 тысяч тонн сахарной свеклы и 20 тысяч тонн других овощей. Более 155 тысяч тонн хмеля. Любовь к отеческим гробам. Три захоронения обнаружили археологи в сквере Константина Иванова в Чебоксарах. Напомним, там в рамках благоустройства территории ведутся и спасательные полевые работы. Об очередной находке в нашем сюжете. Кусочек кожаной обуви вышел. Вот мы его сейчас очищаем как раз. Человеческие останки в этой местности не редкость. Несколько лет назад здесь велись раскопки на месте упокоения прабабушки первого русского царя из династии Романовых. В сентябре этого года строители, перемешав культурный слой, обнажили фрагменты костей. И вот теперь очередная находка. Сейчас нам очевидно, что это погребение нерядовых монахинь, возможно, настоятельниц или каких-то важных, почетных монахинь. Интересно то, что хорошая сохранность. Мы видим форму колоды. По форме колоды мы можем сказать, что это 17 век. То есть и такая старина, такая древность тоже сама по себе уникальна. Удивительно, что захоронения не потревожены, несмотря на то, что находились на небольшой глубине. Предположительно, под полом северного предела Николаевского собора. Это еще раз доказывает. Женщины не из простых монахинь. Чести быть захороненными в храме удостаивались немногие. Возможно, кроме этих трех были еще могилы. Но они не сохранились. Зато археологам попались фрагменты скелетов. Планируем их перезахоронить. Мы сейчас подготовили ящики деревянные. Мы их туда переложим. И в перспективе вместе с православной церковью мы их перезахороним. Вполне возможно, после изучения останков историкам удастся установить имена трех монахинь. Но даже если нет, находка все равно уникальная. Гелена Гальперина, Михаил Солин, Республика. 17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет всероссийскую встречу с родителями. Руководитель и специалисты Рособорнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации проведения в 2018 году ЕГЭ и ЕГЭА-9, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования. Уже принимаются вопросы по электронной почте егэ-собачка-оборнадзор.гав.ру и на странице Рособорнадзора в социальной сети. Встреча онлайн начнется в 11.00 по московскому времени. Некогда запрещенное уличное искусство или стрит-арт сегодня очень востребовано. Жители Чебоксар уже знакомы с этим направлением и не понаслышке. На домах и заборах все чаще можно увидеть настоящее произведение искусства. Основным проектом Art Libraries преобразятся и библиотеки Чебоксар. Треть библиотек в Чебоксарах носит имена известных людей. Теперь на фасадах зданий появятся и их лица. Популяризация творчества поэтов и писателей – главная миссия арт-проекта. Мы хотели, чтобы люди, проходя мимо библиотек, понимали, чьим именем названа эта библиотека. Например, эта библиотека имени Маяковского. Многие этого не знали, так как редко бывают библиотеки. Мы хотели, чтобы люди понимали, не забывали их произведения, не забывали их портреты, их цитаты. Молодые художники представили на конкурс более десяти эскизов. Из них организаторы выбрали самые интересные. Библиотеки имени Маяковского и Гайдара уже оформлены. Сюжет для творчества подсказали сами писатели. Известный персонаж мальчишки-бальчиш Гайдара теперь указывает посетителям вход в царство знаний. Уже узнают, кто такой Аркадий Петрович Гайдар. И, конечно же, мы начинаем знакомство с творчеством Гайдара именно через произведение «Мальчишки-бальчишки». Потому что ему, как и многим детям, которые приходят впервые, было всего лишь восемь лет. И он стал героем своей страны, героем-революционером. И дети очень положительно реагируют. У каждого художника свой почерк. Насколько он понятен и привлекателен, определят горожане. Но уже можно говорить о высоком уровне выполненных работ. Наш проект по Art Libraries родился в стенах молодежной площадки «Маяк», которую мы презентовали в этом году. Молодые художники откликнулись. Сначала мы делали ее в стенах библиотеки, но поняли, что с уровнем наших художников мы можем выйти вовне и заняться преобразованием, в том числе и наших фасадов, чем помочь городу. Авторы проекта планируют оформить по одной библиотеке в каждом районе. Каждый эскиз согласовывается с администрацией города. Сейчас в своей очереди ждут библиотеки имени Шумилова и Чаплиной. Татьяна Филатова, Арена Гавилян, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панулова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова